Так, ну давайте. У нас нетривиально достаточно тема. Началась про всякие кронекеровые внешние произведения и тензоры. Ну, по крайней мере, довольно неинтуитивно. Сначала это все звучит. Поэтому давайте разбираться. Сейчас я еще пробую чат открыть. Давайте разбираться. Хотел начать с кронекеровского произведения. Все помнят, что такое, да? Ну, сейчас тест писали, все помнят. Смотрите, немного, чтобы его пощупать, хотел обсудить такую вещь, как ассоциативность. То есть свойство, что... Что скобки можно расставлять, как хочешь. Такое свойство мы его часто интуитивно, ну, в смысле, как должное принимаем, хотя оно не всегда есть. Но просто у тех объектов, с которыми мы обычно имеем дело, оно есть. То есть верно ли это в случае кронекеровского произведения? Вопрос. То есть для произведения обычного матрицы, например, это мы отдельно доказывали, если помните. Возможно, не доказывали. Но вообще для матриц, для обычного произведения матрицы тоже нужно доказывать. Например, другое свойство, тоже, которое мы обычно считаем само собой, в общем, разумеющимся, коммутативность. То, что можно переставлять. Его ни в случае матричного произведения, ни в случае кронекеровского нет. Вот. Ну, нет, в общем, случая такого свойства. А вот ассоциативность есть в обоих случаях. И поэтому скобки, например, можно не писать, когда вы работаете с кронекерскими произведениями. Ну, и не обязательно их расставлять. Если бы операция была не ассоциативной, то пришлось бы расставлять, чтобы получился конкретный результат. Но как-то доказать? Можно начать с векторов, на самом деле. То есть, если вектора-столбцы. Можно ли для них расставлять скобки, как мы захотим? Давайте разбираться. Ну, вообще, здесь еще такой интересный вопрос про индексацию в кронекерских произведениях. Вот у нас для случая вектора это особо... Секунду. В случае вектора это особо просто посмотреть. То есть, ну, какой размер, да? Если у вектора размер M, N и K, то у кронекерских произведений будет размер M, N, K. Как такую штуку индексировать? Ну, как бы нам ее удобно индексировать? Оказывается, что можно ее удобно индексировать. Я напомню, как это выглядит. Давайте сначала для произведения двух векторов. А на B. Ну, этот такой вектор, на самом деле, очень длинный. А1 на B. АM на B, да? Как на катинация по вертикали M векторов B, умноженных на соответствующие чиселки из A. А его индексировать, на самом деле, естественно, если мы хотим, ну, назовем это V. Если мы хотим его индексировать удобно, то предлагается индекс альфа представить в виде каком? Ну, вот это размеры M и N, да? Предлагаю индекс альфа представить в виде I, M плюс I, N, извините. Это сейчас кронокерое произведение? Да. Это же кронокерое. Кронокерое, да. Я, может, его произношу не так, как Максим. Максиму кронокерое, да, говорит? Нет, я просто про то, что у нас в лекциях было написано, что будет подразумеваться внешнее, если не оговоренное обратное под этим. А, я понял. А, нет, это все... Я просто прослушал, может, ну, окей. Я понял, это все, чтобы не писать, да, я понял, что вы различали внешний кронокерое букву К, да, там надо писать. Ну, в общем, мы тут не будем писать, это все мы говорим про кронокерое произведение. Вот, индексировать предлагается так. Ну, в самом деле, естественно, но... Ну, то есть, по сути, взять остаток и неполночастное определение на N. То есть, G – это число... Особенно удобно, если у нас индексация с нуля. То есть, если я вот здесь вот напишу А0, АМ-1, то для индексации с нуля вообще очень удобно так делать. То есть, G – это число от нуля до N-1. Ну, и, соответственно, будет от нуля до N-1. И тогда в альфа это просто, значит, A и T на B житая. То есть, мы можем наш индекс альфа представить в таком виде, и тогда будет понятно, что это произведение каких элементов A и B соответствующий элемент из себя представляет. Ну, для произведения трех на самом деле можно сделать аналогично. То есть, ну, тут, правда, вот уже стоит вопрос ассоциативности. Давайте мы как раз-таки разберемся, как в данном случае будет выглядеть индекс для произведения трех векторов. Вот. Сначала рассмотрим такой вариант, когда скобки вот так расставлены. По-прежнему размеры MNK. Это что такое? Давайте эту штуку назовем тоже V и попробуем V проиндексировать. Значит, выглядит V. Ну, как раньше, да? То есть, если мы альфа представим в виде... Ну, в данном случае нам нужно разделить с остатком на размерность вектора B на C. То есть, B на C. То есть, это NK. Поэтому у нас будет I на NK плюс G. Где G – это остаток. То есть, G от 0 до NK минус 1. И тогда вот V α – это просто AI умножить на BCG. Но G мы можем дальше расписать. Ну, наверное, надо было бы этой назвать. Давайте ее назовем этой. Удобно адресовывается. Вот. Мы можем дальше эту штуку раскрыть. Правда ведь? То есть, совершенно аналогично получить, что это G на K плюс... Так. Беда-беда. Буквы скрестились. L будет. Вот. Уже L у нас будет меньше, чем K. А, но АЖ будет меньше, чем N. И тогда получается, что АИТ на B, ЖТ на CL. Вот. Ну, то есть, в каком-то смысле представление в некой системе исчисления загадочной нашего индекса альфа от цифры... Ну, да. Соответствующие цифры этого разложения – это и будут индексы наших исходных векторов А, В и Ц. Если сделать наоборот, по-другому скобки расставить. Скажешь, что это вектор W, но у него размеры такие же, а вот элементы какие у него. Ну, аналогично можно поступить. То есть, сказать, что альфа – это И. Ну, в другой стороне, смотрите, здесь у нас уже как бы слева вектор А на B, справа вектор С, поэтому И должно умножаться на K. А тут будет β, которая... β у нас в данном случае меньше K. Не, β плохо. β наоборот должна стоять... β должно умножаться на K. β умножается на K плюс L. L меньше K. Вот, разделить с остатком на K. Ну, а теперь, значит, А на B нам надо индекс его раскрыть. Ну, он, соответственно, также раскрывается. То есть, β – это будет И на N плюс G. Это все умножается на K. Приверляется L. И получается ровно такой же вид. И на NK плюс GK плюс L. Вот, поэтому дубль в альфа, он тоже равен АИТ, БЖТ, ЦЛТ, где ИЖЛ имеет ровно тот же смысл. То есть, L – это остаток при делении на K. J – это остаток при делении на N после того, как мы разделили уже на K нацело. Ну, и И – это, соответственно, неполное частное при делении на NK. То есть, иначе говоря, если у вас есть индекс альфа, то он превращается в три индекса, ну, следующим образом, типа альфа разделить на NK нацело. Это будет первый индекс. Второй будет какой? альфа разделить на K нацело по модулю N. И третий – это просто альфа по модулю K. Кажется так. Ну, в общем, понятно, если последовательно их раскрывать, то, в общем, понятно, как оно получается. Вот если вам потребуется что-то, не знаю, формально с индексами работать, то, возможно, это будет удобно. Такая форма в такой загадочной системе исчисления расписанная. А, ну, это были вектора. То есть для векторов крана-керопроизведения ассоциативно, как мы показали, а для матриц можно тоже аналогично показать. На самом деле, если у вас… Ну, матрицы же можно по векторам расписать, да, то есть как A1, A, N. Беда, с индексами, ладно, не буду расписывать, но с матрицами то же самое можно сделать. Можно либо через индексы тоже проделать ту же штуку, просто отдельно для индексов строк, отдельно для индексов столбцов, ну, либо через представление матрицы расписать по столбцову и перемножить. Будет аналогично. Такие дела. Про крана-керопроизведение, про индексацию. Ну, такой технический момент, но, кажется, полезно, чтобы это пощупать. Я уже стер. Ну, спросите что-нибудь про индексацию или вообще про крана-керопроизведение. Остались какие-то вопросы? Вы всегда хотели спросить, но стеснялись. Нет. Давайте тогда чуть поинтереснее задачку про какое-нибудь разложение для крана-керопроизведения построим. То есть я дальше, вот до того момента, пока я не скажу, мы будем работать с крана-кером пока произведением. Постараемся линейно разговаривать. Давайте так. Вот у вас есть матрица А на Б, тоже крана-керопроизведение. Вы хотите построить ее QR-разложение? Как бы это сделать? То есть у вас будет похожа задачка в домашке, где нужно, по-моему, СВД построить для крана-керопроизведения. В данном случае нас интересует QR. Вот. Есть какие-нибудь идеи, как можно выразить через матрицу А и Б. То есть в чем-то всегда загвоздка. Мы крана-керопроизведение, оно огромное. Ну, вот реально, если его физически записать в оперативку или на диск, оно огромное. Но информации в нем на самом деле мало. Информация в нем помещается в двух матрицах. Мы поэтому никогда не хотим хранить крана-керопроизведение целиком. И мы хотим работать максимально через его факторы. Поэтому вот... Да. Иван Сафонов нам предлагает разложить А и Б в QR. Ну, это хорошее начало. Давайте скажем, что А это... А Q1 R1, B Q2 R2. Окей. Да, дальше нам... Наверное, как-то по свойствам. Это же в свойствах было разложение вот для такой вот формулы, где для произведения двух матриц. На смысле? Да, произведения кран-керопроизведения связаны с обычным матричным. Очень простым соотношением. Можно в разном порядке делать оба этих произведения. Можно сначала... А Q1 на Q2 и дальше R1 на R2. Да, дальше R1 на R2. А, нет, в смысле, это же кран-керопроизведение, поэтому нормально еще будет. Все нормально. Да, то есть можно сначала делать обычное матричное произведение, а потом кран-керопроизведение. Либо можно наоборот. И результат получится один и тот же. Вот. Мы что-то получили, какое-то разложение, но нам бы надо проверить, что оно все-таки... Что оно все-таки QAR. То есть QAR-разложение... Что нам от него нужно? Напомню, что QAR-разложение такое... Ну вот давайте считать, что у нас там обе матрицы A и B стоячие, то есть у них больше строк, чем столбцов. А у стоячей матрицы QAR-разложение – это изложение вида тоже такая же стоячая матрица таких же размеров, но с ортогональными столбцами. То есть Q транспонированная на Q. Ну, со звездой там должно быть, давайте у нас пока вещественные матрицы. Вот. То есть столбцы друг к другу ортогональны и по норме равны единице. А R – верхние треугольные. Вот. И нам надо понять, что поверить или проверить точнее, что кранекеровое произведение, ну, что, например, ортогональные матрицы замкнуты... Класс ортогональных матриц замкнут относительно кранекеровое произведение. то есть, что, например, Q1 и Q2 останется ортогональной матрицей, хоть и других размеров. А также то, что класс верхних треугольных замкнут относительно кранекеровое произведение. Вот. Эти два свойства нам надо проверить. Давайте проверим. Q1 и Q2 нам надо транспонировать и умножить на себя. Тут есть опять свойства, что транспонирование, оно тоже проникает под кранекеровое произведение. Ну, а дальше уже мы применяли это свойство с перестановкой кранекеровое обычного произведения. Только в другую сторону надо сейчас. Замечательно. Получилось единичное какого размера? Ну, если у нас было M, N, P, Q, то единичное какого здесь размера получилось? Ну, M, N, P, Q. Ну, в смысле? Не-не-не, ну, понятно, что в итоге, да, получится. Ой, не-не, сейчас. Утверждает, что получилось порядка N. Похоже на правду, да. N столбцов это маленькая матрица порядка N, да. А вторая, соответственно, по аналогии Q. Вот. Кронекерое произведение двух единичных матриц это единичная матрица большого размера. M, Q. Ну, то, что надо, в общем-то, да. То есть, действительно, она ортогональная. Осталось проверить верхнюю треугольность. Это есть две квадратные верхние треугольные матрицы и кронекерое произведение как она выглядит. Ну, тут я предлагаю прям нарисовать эту штуку. Это некая квадратная матрица, которая разбита на блоки. и блок там имеет вид такой R1 1,1 на R2 R1 2,1 на R2 и так далее. Да. Отсюда следует, что все блоки ниже главной диагонали они равны нулю, нулевые блоки, потому что соответствующие элементы R1 равны нулю. 0,0,0 А то, что на главной диагонали, а там тоже все хорошо, потому что на главной диагонали есть какое-то число, умноженное на верхнюю треугольную матрицу. Поэтому это останется в верхней треугольной матрице. То есть, на главной диагонали у нас тоже стоят блоки, которые являются верхними треугольными, соответственно, и вся матрица будет верхней треугольной. Тоже свойство сохранилось, поэтому действительно то, что мы угадали вот разложение, оно и будет QR-разложением для всей матрицы. Часто так получается, не всегда, но когда получается, то здорово, красиво все радуются и танцуют. Окей. Вроде все логично, да? Движемся дальше. Окей. Ну, наверное, про Кронекерова прямо в явном виде все, что я хотел сказать. А, нет, ну давайте еще небольшой примерчик. Вот помните, у вас было такое такерово разложение, разложение такера. в магическом виде у альфа в альфа по-моему, в каком-то таком виде оно записывалось. То есть, что здесь, что здесь, что. альфа, бета и гамма это индексы, которые пробегают, в идеале должны пробегать не очень большие. Нам бы хотелось, чтобы они пробегали не очень большие диапазоны от 1 до R1. Альфа пробегает бета от 1 до R2 и гамма от 1 до R3. И поэтому у нас получается, что есть такой тензор G размеров R1, R2, R3. Ну а также столбцы у альфа, в бета и в гамма, которые можно собрать в матрице, соответствующие у, в и в. Такое было у вас разложение. Да, и числа R1, R2, R3 называются такеровским рангом. И там был такой немножко скользкий момент, что, скажем, минимальные такие числа R1, R2, R3 называются такеровским рангом. И даже в чатике было обсуждение, но я просто проговорю еще раз, что имеется в виду. Имеется в виду, что вы берете все возможные разложения такого вида для матрицы А. И отдельно из всех них выбираете то, у которого rank R1, число R1 просто, которое для данного разложения определено поднозначно, минимально. Берете то разложение, где число минимально. И вот это вот число назначаете такеровским рангом первым. Потом отдельно берете все разложения и выбираете там минимальный второй ранг и назначаете его тоже, говорите, что такеровский ранг второй и вот равен этому минимальному. То есть независимо каждый ранг минимизируется. А потом Максим доказывал теорему про то, что все эти три ранга, которые независимо минимизированы, достигаются на одном и том же разложении. Поэтому, в принципе, об этом можно не задумываться и говорить, что это минимальный ранг, но формально процедура именно такая, что отдельно доказательство того, что оно достигается, а отдельное определение для этих чисел. Это часто так делается. То есть, вообще говоря, в этих разложениях тензорных, в них часто много рангов. Почти всегда. Иногда они даже какую-то хитрую образуют древовидную структуру. Но чаще всего, когда определяется именно ранг не конкретного разложения, а ранг тензора, то независимо минимизируются все вот эти отдельные числа. И, тем не менее, часто оказывается, что они все достигаются на одном и том же разложении, но минимизируются они обычно по определению независимо. Вот. Что хотел проговорить. Да. И, по-моему, вот тут вот у вас был такой забавный результат про векторизацию этого тензора. Насколько я помню, про векторизацию. сейчас. Ну да, по-моему, что вот такой результат получился, что не так, в обратном порядке. что если векторизовать тензор А, то можно его вычислить через его такеровское разложение таким образом. Я тут напишу, что это кранекерово произведение, на всякий случай. тензор А, то есть если еще иначе говоря, А имеет такеровое разложение вот такое, то такое равенство для векторизации. вот, видите, обратите внимание, что переставлено наоборот. Матрицы в обратном порядке. Откуда это берется? На самом деле исходит все из того, что так, мне спрашивают все-таки канонический ранг. До канонического ранга мы дойдем. Если вы не дошли до лекции, на лекции, то хотя мне кажется, что вы разбирались, но мы поговорим это еще раз чуть позже. У нас будет целое рассуждение про канонический ранг, про то вообще философское рассуждение замечание будет, так что дождите чуть-чуть. Я только хотел сейчас сказать про да, про внешнее произведение. Вот некую связь внешнего произведения с кранекеровским, из которой следует вот то, что здесь матрицы переставились таким магическим образом. Вот следует все изначально из того, что если взять внешнее произведение вектора U на V, то если мне не изменяет память, это можно выразить через кранекеровое произведение, но надо переставить вектора. Почему так получается? Смотрите. Что такое внешнее произведение? Давайте вспомним. Внешнее произведение – это такая штука, которая увеличивает размерность наших массивов. То есть если U – это вектор размера M, V – вектор размера N, то внешнее произведение сделает из него матрицу размера M. То есть вот это вот матрица размера M на N. Как работает векторизация? Векторизация берет первый столбец этой матрицы. Значит, векторизация. А, ну вообще, что это за матрица? То есть, ну, очень-очень просто. Вот это как раз-таки самое такое естественное и понятное. U внешнее на V и T житое – это просто U и T на V житое. Самое, что ни на есть понятная операция. Вот. Что делает векторизация? Векторизация берет матрицу и ее столбцы вытягивает в один. Сначала первый столбец ставит, потом под ним второй, потом под ним третий и так далее. Вот. То есть, смотрите, векторизация. Это можно красиво делать. Векторизация такой матрицы. Это V, значит, первый столбец. Смотрите, здесь U и T на V житое. То есть, эта матрица выглядит так. U1 на V1. Ну, это стандарт на самом деле произведения столбца на строку. UM на VN. И так далее. То есть, так, извините, UM на V1. Да, то есть эта матрица на самом деле состоит из столбцов каких? V1 на U и так далее. В, N на U. Поэтому, когда мы ее вытянем, векторизация от вот этой вот матрицы выглядит как? Ну, точно так же. V1 на U, VN на U. Вот. А это внезапно оказывается, что это V кранекера умножить на U. Поэтому при взятии электризации от внешнего произведения получается кранекерое произведение, но, правда, переставленное. Ну, с матрицами аналогично. Ну, похоже. Вот. Отсюда и берется вот это свойство, что здесь происходит такая перестановка. Дело в том, что почему, откуда тут берется внешнее произведение, потому что вот другая запись, если по-другому записать разложение такера, то там можно уже записать, что сумма по альфа, бета, гамма, g, альфа, бета, гамма. Ну, вообще, да, я тут странную вещь написал. Это как раз-таки и хотел здесь внешнее произведение написать, а почему-то написал, не написал никакого. Как раз-таки, да, сам тензор А является суммой внешних произведений. Такого большого числа внешних произведений. R1, R2, 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 внешних произведений. Это можно было по индексу. Вот я что-то среднее написал между индексной формой и... Так, сейчас. Нет. Стоп. Все. Нет. Секунду. Я написал что-то среднее между индексной формой и неиндексной. Индексная форма такая. А и ЖК у альфа и P, B, B, T, J. То, что вы пишете, сейчас не отображается на экране. А, потому что я снова это не подащелкнул. Да, спасибо. Появилось, да? Вот я вот тут сейчас пишу в этом квадратике. W, гамма, K. Вот. В индексной форме так, а вот в тензорной форме это будет вот эта вот внешняя сумма внешних произведений. Поэтому, когда вы будете переходить к векторизациям, у вас появится... у вас появятся, у вас появятся кранекеры произведения, но с переставленными местами матрицами. Вот. Такой... Ну, тоже, опять же, ну, пощупать вот эти произведения. Какую-то интуицию развить немножко. Вот. Это про такеровское разложение. Про ранги такеров я поговорил. Пока все. Возможно, если у вас будет время, мы к нему вернемся в рамках High Order SVD. То, что у вас было в конце лекции так вскользь. Ну, не факт, что мы успеем. Поэтому спросите что-нибудь сейчас про такеровое разложение. А можно еще раз разницу между каноническим рангом и такеровским рангом? Потому что такеровский это набор, это тройка. Ну, как бы, точнее, набор из вот эрок. Да? Да. Канонический... А мы про канонический мы просто еще не говорили. Мы сейчас, видимо... Да, давайте канонический. Я напишу. В каноническом случае у вас A просто представляется как сумма по там альфа от 1 до R. А, это R. Да, это одно число. Ну, а здесь будет, соответственно, внешнее произведение там U альфа на V альфа на W альфа. Вот. То есть это вот такое прямое, самоестественное обобщение, наверное, скелетного разложения. То есть когда у вас была матрица равна сумме там по альфа от 1 до ее ранга U альфа на V альфа транспортированная. Или что то же самое, на самом деле, можно же, зная понятие внешнего произведения, можно было так записать. Вот это все аутор. Вот. То самое естественное обобщение какое? Ну, дописать W. И все. И получить каноническое. Вот. И то же самое R — это минимальное такое число по всем каноническим разложениям, но тут не возникает ни однозначности, ни разночтений каких-то. Что здесь возникает вместо разночтений? Понятно, да? Канонический ранг. Просто вот естественное обобщение обычного ранга представление в виде суммы тензоров такого, ранга 1 таких. Тензоров, которые с произведением трех столбцов. Вот. Какие проблемы с ним возникают, с этим разложением? А с ним на самом деле очень много проблем в отличие от скелетного разложения. Например, как считать канонический ранг никто не знает. Никто сейчас не умеет посчитать канонический ранг тензоров. Чем тут дело осложняется в частности? Кроме того, что там просто какая-то выникает сразу какие-то сложные, жуткие задачи из теории алгебраических многообразий, которые хоть как-то позволяют к этому приблизиться. Но есть такая большая неприятность на практике просто, что канонический ранг он очень неустойчив. То есть смотрите, в случае матриц что у нас наблюдалось? Мы этим явно еще не пользовались, но вообще это то свойство, которое мы ну которое мы очень часто используем на самом деле не явно. То, что ну мы говорим, что ранг неустойчив в любом случае, даже в случае матриц, что изменив там слегка какой-то элемент матрицы, можно ее ранг изменить. вот, но что важно? Важно, что если у вас есть, например, матрица невырожденная, пусть у вас есть квадратная невырожденная матрица, на вещественное, n на n невырожденная. Вот тогда можно гарантировать, что если вы построите последовательность матриц а альфа, которая стремится к альфа, то не может быть такого, что вся эта последовательность из матриц вырожденных состоит, то есть из матриц ранга меньше n. То есть если у вас есть такая последовательность, то не может такого быть, что в принципе не может быть никогда. То есть стремитесь по какой-то норме получается, да? Да, стремитесь по любой норме, у нас n фиксировано, да, все нормы эквивалентны, по любой норме стремитесь выбирать, какая вам нравится. Например, по Фрабениусовой. А что все а альфы вырожденные. Почему так? Мы даже затрагивали, насколько я помню. А, возможно, это правда было в бонусной задачке в первой домашке. Дело в том, что в некоторой окрестности любой невырожденной матрицы есть только невырожденные матрицы. То есть можно будет только окрестность, ну, для каждой нормы она своя, своего радиуса, что все матрицы там невырожденные. А расстояние от невырожденной матрицы до ближайшей вырожденной, ну, ближайшей, давайте вот тут уже норму зафиксируем, например, до ближайшей в спектральной норме. то есть а минус б спектральное минимальное расстояние до ближайшей вырожденной матрицы оно равно младшему сингулярному числу матрицы а. Если матрица а не вырожденная, у нее младшее сингулярное число нулевое, и это расстояние нулевое. То есть если вы будете в шарике таком радиуса меньше, чем сигма-мин, то у вас все матрицы будут невырожденные. Поэтому если у вас последовательность стремится сходиться к А, она с какого-то момента вся будет в этом шарике, и там все матрицы будут невырожденные, то есть полного ранга. То есть вы не можете построить последовательность матриц вырожденных, которые сойдутся к невырожденным. Это можно доказать. И тут возникает первая неприятность с тензорами. Как только размер становится как минимум 3, все ломается. В частности, что ломается? В частности, вы можете построить, взять тензор. Вот давайте возьмем какой-нибудь тензор. Не буду говорить, что я его сейчас прям придумал, я, конечно, его заготовил. очень простой. И плюс G плюс K. И вот можно доказать, что он ранга 3. Канонический ранг его равен 3. Ну, можно, во-первых, построить приближение. Мы, кстати, подобную штуку делали. Давайте мы с вами сейчас проделаем это. Построим каноническое разложение для этого тензора, чтобы каноническое разложение содержало 3 слагаемых. Можно в индексной форме предлагать, можно в тензорной. Предложите, пожалуйста, каноническое разложение ранга 3. Ну, вот смотрите, мы же можем... То есть у нас будет три индекса, да? То есть первый вектор будет 1, 2 и так далее, N. Второй, третий это единички. Для второго индекса у нас будет первый вектор из всех единичек. Второй, 1, 2 и так далее, M. А третий, ну да, из всех единичек. Можно, в общем-то, так же, как мы со скелетным разложением делали. Там, где у нас... Вот у нас было две размерности, да, и у нас было нарастание от единицы там до N, ну, где N это размер, там по строкам, а было где по столбцам. А здесь у нас просто третья размерность добавляется, и мы делаем нарастание по строкам, по столбцам и по глубине. Типа как это называется? Ну да, все так. Да, можно по-разному это записывать. Вот если в тензорной форме, то действительно это будет вот такая штука. Первый слагаемый такое, второе, такое, ну и третье с третьим столбцом меняющимся. Да, действительно. Вот. Окей. Ранг 3, ну, ранг на самом деле не больше трех, как мы видим, но на самом деле он равен трем, это далеко не очевидный факт. Опять же, вот еще одна неприятность с тенсорами, это вообще непонятно, как проверить, что тут ранг, например, не 2. Ну, то, что он как минимум 2, понятно, а вот то, что он 2 или 3, вообще непонятно, как проверить. Но можно доказать, что он равен трем. Тем не менее, существуют последствия тензора, назовем ее Аэпсилон, значит, с такими элементами. вот, которая, ну, если скобки раскрыть, поверьте, на слово получится и плюс G, плюс K, плюс O большое от Аэпсилона. Вот. То есть, стремиться к нашему тензору и ЖК, при Аэпсилон, стремящийся к нулю. При этом, ранг у нее уже, у этого тензора, ранг канонически равен 2. У каждого из этих тензоров. Потому что, вот, первое, первое со множителя, первое слагаемое, значит, внешнее произведение столбцов соответствующих. Ну, и вот второе слагаемое. Ну, естественно, один на Эпсилон, там можно внести, Эпсилон, для каждого фиксированного Эпсилона, Эпсилон это констант. Вот. Такая вот беда. Это, в частности, нам говорит о том, что непонятно, как можно устойчиво вообще вычислять канонический ранг, потому что, ну, потому что вот такой, например, может быть эффект. Мы не можем гарантировать, что чуть-чуть, чуть-чуть изменив, то есть, что мы могли раньше гарантировать, что в случае матриц могли гарантировать, что матрица не выражена, значит, в какой-то окрестке у нас не выражена матрица. Здесь небольшое даже изменение элемента любого может привести к изменению ранга. Вот. Причем изменению куда? Вниз. К уменьшению ранга. Вот увеличение ранга даже в случае матрицы это обычное дело, а вот уменьшение это такая интересный и новый свежий эффект. За счет чего здесь это еще происходит? Этот эффект, заметьте, что сами элементы сами элементы отдельные вот этого разложения ранга 2, вот естественно, сам тензор стремится к нашему, то есть, у него элементы какой-то ограниченной величины, но при этом элементы отдельных факторов они стремятся к бесконечности. То есть, в частности, например, если полностью выписать, например, вот этот фактор, который минус единицы на эпсион, видно, да, это фактор ранга 1, но при этом у него элементы его стремятся к бесконечности. То есть, по сути, это разность двух факторов ранга 1, но элементы которых стремятся к бесконечности. Вот еще такой неприятный эффект, да, видите, то есть, можно получить ранг 2, но какой ценой? За счет стремления элементов отдельных факторов к бесконечности. Вот. Такой здесь, такой есть нюанс. Вообще, в тензорах много таких нюансов. Давайте расскажу вам про Higher Order SVD. Доска пропала, так и должна быть? Да, это я приостановил шеринг. Расскажу про Higher Order SVD. Значит, в чем там была идея? Ну, наверное, я, возможно, чуть задержу. Если к кому-то надо бежать, можете потом запись отсмотреть. Ну, возможно, там лишние 5 минут к нему. А может и меньше. Как уложимся? Значит, смотрите. Higher Order SVD, какая там идея? Идея была следующая. Давайте мы, вот у нас есть тензор А, размеров там М, М, К. Хочется его приблизить другим тензором с меньшим такеровским рангом. Что предлагается сделать? Предлагалось взять, фиксировать какой-нибудь опсиум произвольный. Вот. приблизить отдельные матрицизации этого тензора каждую из трех. Ну, помните, что такое матрицизация, да? То есть, это, если ваш тензор вот так вот по слоям нарезать, вот это там А ноль, там в конце где-то А, то есть, по последнему индексу расслоить, а потом собрать, а потом собрать вот эти вот матрицы в в одну матрицу вот так, вот так и вот так. Вот. У вас получится такая матрица, и это называется матрицизацией в данном случае по первой моде. Обозначается А1. Вот. Ну, если там попереставлять индексы, наверное, да, значит, матрицизация по моде 2, это когда вы переставляете индексы, то есть, второй индекс ставите на первое место, первый, соответственно, на его место, и делаете то же самое операцию. То есть, у вас есть три матрицизации, когда вы тензор превращаете в матрицу каким-то образом. Вот таким именно. И что предлагалось сделать? Предлагалось приблизить каждую матрицизацию спроецировать на пространство старших сингулярных векторов. Ну, я не знаю, Максим останавливался на этом или нет, чтобы объяснить в чем смысл этой операции. Вообще говоря, это проекция на пространство O1, это его столбцы, это старшие R1 сингулярных векторов. Левых. Левых сингулярных векторов. Ну, то есть, вектора соответствующие старшим сингулярным числам. R1 выбирается так, чтобы выполнилось вот это неравенство. То есть, мы берем достаточно много сингулярных чисел, чтобы A1 приближалась вот такой проекцией достаточно точно, с точностью Epsilon. Аналогично мы делаем с двумя другими матрицизациями. Получаем матрицы U2 и U3. Собственно, матрицу G мы собираем каким образом? Не матрицу, а tensor G. Это будет ядро такера того разложения, которое мы построим в конечном итоге. Значит, мы собираем вот так вот. Тут с размером все сходится. То есть, это такой забавный эффект. Из того, что мы транспонировали, у нас получилось, что они имеют размер R1 на M, R2 на N, и R3 на K. После того, как мы все свернем, у нас получится сам тензор размера R1 на R2 на R3. Вот. Ну, потому что M уничтожится, там N с N уничтожится, и K с K уничтожится, останется R1, R2, R3. А само приближение наше мы строим в виде G ядра такера, а U1, U2 и U3 это факторы. То есть, здесь U1, U2, U3 транспонированы, здесь без транспонированы. Тоже по размерам все сойдется и обратно превратится в размер M на N на K. Вот. И основная тут была интрига с тем, что есть какая-то замечательная оценка ошибки этого дела. Вот. Я начну здесь писать, потому что у нас тут выписаны основные формы. Смотрите. ну хочется оценить разность по пробению в своей норме этих двух тензоров приближенного и точного. Давайте в квадрат оценивать. А там можно как-то выделить и поменьше сделать те участки, которые уже написали? выделить и поменьше. Фиг его знает. Я думаю, что это для меня будет нетривиальной операцией. Давайте лучше я... Слушайте, давайте я вот тут вот напишу, что хотел написать, а потом просто на новый слайд перейдем. Вроде пока сколько-то места есть. Или совсем не видно? Мелко, да? Да нет, нормально. Просто типа если уложитесь в это пространство, токен. Ну, я попробую. В крайнем случае, видимо, придется да, что-то часть стереть принудительно. Давайте я что-нибудь сотру. Давайте действительно сотру. Значит, G и A я ставлю. Тут все позатираю. Значит, смотрите. Хорошо, давайте здесь писать. Хотим оценить разность форобениусу норм в квадрате. Форобениусу норма хороша тем, что можно как угодно переставлять элементы, потому что она независимо действует на все элементы. Поэтому, например, она... ее можно писать для векторизации. Вот. Ну, а здесь уже... Значит, зачем мы перешли к векторизации? Чтобы использовать... чтобы использовать то, что вот мы знаем про разложение такера для тензера А с волной и для тензера G потом. Дело в том, что у нас для векторизации... Если у нас вот для А с волной, например, векторизация А с волной есть такая формула, что это векторизация там первой тензеризации и это равно O1 умножить на A... Ну, первая тензеризация A1. Может быть, зря я к векторизациям перешел. Давайте мы сразу для первых тензеризаций напишем. Напоминаю, что так как мы как угодно можем переставлять элементы, мы можем писать, например, для тензеризации. Фрабениусова норма не изменится. Но дело в том, что мы для тензеризации тензера А с волной, для которого мы знаем разложение такера, у нас есть замечательная формула. Замечательная формула, которая выглядит, если не ошибаюсь, вот так вот. G1, G1, U3, U2, транспонировали. Вот такая замечательная формула, которую вы на лекции выводили. Ну, а дальше для G1 то же самое можно сделать. Для G у нас тоже есть представление такера. для G1, для G1, соответственно, будет U1 транспонированное на A, на U3 транспонированное на U2 транспонированное и еще раз транспонированное, простите меня. Такое дело. Вот, ну, здесь A1 я забыл написать. Еще раз, да, то же самое применили, ту же самую формула. Вот, а это то, что надо. Дело в том, что U1 транспонированное это проектор, который мы строили специально с некоторым свойством. Мы строили вот так, чтобы он приближал A1, но A1, он мы сейчас умножается не на A1, а на какую-то большую колбасу к A1 прицепленную, поэтому предлагается как обычно, если у вас что-то не хватает, прибавьте это и вычете. вычтите. Так и сделаем. Квадрите. Вот. Смотрите, вот эту, про эту штуку мы что-то знаем. И, ну, а эту штуку мы хотим оставить как есть пока. Мы могли бы написать здесь по неравенству для, по неравенству треугольника для нормы, но мы не зря квадрат на самом деле тащим, мы там хотим чуть-чуть сэкономить на спичках, поэтому мы тащим квадрат с собой. смотри, смотри, что здесь происходит. А1 минус О1, О1 транспонировано на А1. Это матрица, которая получается после проектирования на пространство, задаваемое столбцами О1. Точнее, это как бы остаток. Это матрица, состоящая из векторов ортогональных на самом деле векторам О1. Почему так? Ну, помните, да, то есть, если вспомнить этот рисунок такой детский, я не знаю, вот у вас есть какое-то пространство, на которое вы проецируете, вот у вас есть вектор, его проекция и остаток. Вот. В данном случае вот это, вот этот остаток, это и есть А1, минус О1, О1 нетранспонированная на А1. Вот. И что из этого следует? Что на самом деле вот здесь стоит некоторый вектор из пространства О1, из вот этой плоскости условной, да, эта плоскость задается базисом О1. А здесь стоит вектор, который ортогональный. То есть, у вас на самом деле есть, можно применить теореме Пифагора, который говорит, что вот здесь, по сути, сумма двух векторов ортогональных. Квадрат длины сумма двух ортогональных векторов. Про них можно сказать, что это, по теореме Пифагора, это сумма квадратов. то есть, для данного конкретной конфигурации векторов можно написать просто равенство суммы квадратов. Я там многоточие поставлю, там вот эта длинная колбаса стоит. Еще я вынес О1, О1 транспонированные за скобки. Вот, но про эту штуку мы знаем, мы специально О1 так выбирали, чтобы получить меньше либо равно эпсилон, поэтому будет эпсилон плюс вот эта штука. Вот. А тут я еще вспомню, что с первой домашки была такая задачка, где нужно было фрабению свою норму произведения оценить. И там было вот такое утверждение, что там можно взять у одной из матриц вторую норму спектральную, а вот у второй оставить фрабению сло. Поэтому можно вот так оценить. Это проектор. Матрица О1 ортогональная. Поэтому на самом деле вот эта штука, она не превосходит единицу. Она чаще всего равна единице, но как минимум не превосходит. поэтому если стереть то, что нам уже стало ненужным внизу, то получится, что здесь эпсил плюс А1 минус, если полностью написать А1 на О3 плюс О2 на О3 на О2 транспонированное. На самом деле дальше можно проделать аналогично. Здесь нужно перейти к другой матрицизации, уже вынести не О1 а О2 и получится Эпсион плюс Эпсион плюс А1 минус уже А1 на У3 на единичную У3 на единичную транспонированную и в итоге получится, что это меньше либо равно чем 3 эпсион Отсюда берется эта самая оценка, что А минус А Фрабениусова без квадрата уже не превосходит корень из 3 эпсион А, ну да, извините, тут везде был эпсион в квадрате, раз мы с квадратами работали. 3 эпсион в квадрате здесь получилось и в итоге оценка не превосходит корень из 3 эпсион Вот такие дела, простите, что задержал, хотел закончить. Наверное, все. Всем спасибо, кто дослушал. Можно задать вопрос, не спешить. До свидания. Счастливо. Всего доброго, посидим. Счастливо. Да, вот такой вопрос есть. До нас на лекции было определение матричной производной для функций из Rn в R или из пространства матриц в R. Ну, мы просто считаем частные производные и ставим их в том же порядке в вектор или матрицу. А на семинаре на прошлом мы считали дифференциалы для функций между линейными и пространствами. И там, как мне кажется, получается немного другой объект. Это линейный оператор между этими же пространствами. И, например, если взять функцию из Rn в R, то ее частная производная, ну, точнее, ее матричная производная это вектор столбец, а дифференциал это вектор строка. И кажется, что они отличаются от рома только контрраспонированием, но, тем не менее, как они в целом связаны? Смотрите, ну, про дифференциал я вообще рассказывал именно с тем, чтобы отвязать его немножко от конкретного численного представления, то есть представления в виде какого-то вектора или матрицы. То есть основная идея была у меня в том, что дифференциал часто можно рассматривать просто как линейный оператор, какой-то линейный оператор. О, это понятно. Действительно, линейный оператор, пространство линейных операторов, оно изоморфно в пространство столбцов в этом случае. Можно говорить, что строк, ну, на самом деле, мы говорили в прошлый раз, что любой линейный оператор в таком пространстве отранспонирован на X, то есть скалярное произведение, и он полностью определяется вот этим вектором A, ну, можно считать, что это строка, можно считать, что это транспонированный столбец, как удобно. Можно считать, что это столбец, на самом деле, и просто транспонируется перед умножением, и тогда у вас в точности получится градиент. Мой основной поинт, вы правы, да, что можно показать, что это просто какая-то техническая деталь, что транспонировать, не транспонировать. Мой был поинт про то, что это два имеющих право на существование взгляда, один к другому сводится, ну действительно там, хотите, если это у вас была строка, то транспонируйте, понятно, что получится то же самое. Можно говорить, что это столбец и просто, что у вас общий вид именно вот так задается, да? Удобно говорить, что это столбец и у вас общий вид так задается, чтобы, вот помните, я табличку рисовал, там было как раз таки отранспонировано на x, в размерности из rn в rm было a на x, и вот тогда вот этот объект a, это и есть в точности ваша матрица или вектор производных, его не надо ни транспонировать, ничего. То есть вот это вот a, это уже и кабиан будет, вот эта вот матрица a, тут когда был след от a транспонирования, видите, я тут тоже транспонировал, а транспонировано на x, и на самом деле вот эта матрица a, это уже матрица производных, это было из пространства матриц там, в пространстве вещественных чисел, и там вот линейный оператор имеет вот такую форму. И тоже a не надо транспонировать, это и есть в точности. А, это матричная производная в этом случае. Да, а во всех этих случаях А была матричная производная в конечном итоге. Что здесь икобиан, что здесь матричная производная, что здесь градиент. Вы знаете, что вот эти плюсы, которые мы использовали для дефинцирования, то есть там правила композиции, произведения, их можно использовать и для нахождения матричных производных. Да, я вот говорил, что подход может быть такой. Вы считаете дифференциал, приводите к одной из этих трех форм, ну, чаще всего к одной из этих трех, и берете, вычленяете из него эту матрицу, это и есть матричная производная ваша. Да, ну и получается еще и транспонируем. Ну да, если вы в точности в таком виде запишите, то у вас получится вот, либо надо транспонировать, чтобы такой вид получить, ну, в общем, у вас получится этот объект сразу. Либо наоборот, если у вас матричная производная, вы сразу имеете дифференциал по вот этой формуле, и дальше можете с ним работать как с дифференциалом. То есть в обе стороны, в принципе, переходить можно. Окей, и этим можно пользоваться в DZR. Да, да, если вас пользуетесь, будет полезно, будет здорово. Хорошо, спасибо. Пожалуйста. Продолжение следует...